Йоу-йоу, друзья, в эфире Кросспол ТВ. С вами Евгений Маталыга. И для начала представьте себе красивую женщину в обтягивающем платье. Я помню, что сегодня про сноуборд, но без женщины сегодня никак. Представили. Кто не смог, ну давайте это будет Скарлетт Йоханссон. Она у нас Димону нравится, Димон. Теперь мы берем верхнюю часть от Скарлетт Йоханссон и к ней приделываем такую же верхнюю часть от Скарлетт Йоханссон. Стало лучше. Сомнительно. Возьмем нижнюю часть от Скарлетт Йоханссон и к ней приделаем такую же нижнюю часть. Стало ли лучше? Непонятно. Я даже не знаю, что с этим делать. Гусары молчать? Окей. Возьмем какую-нибудь классную тачку. Например, BMW X7. На них сейчас очередь, их все хотят. Переднюю часть от X7 приделываем к такой же передней части от X7. В теории все круто. Везде офигенный свет. Все колеса поворачиваются. Было 7 мест, стало 10. Но что-то не то. Ну ладно, возьмем задницу от этой тачки и к ней такую же задницу приделаем. Получается какой-то странный четырехместный прицеп за 10 миллионов. Тоже что-то не то. Но тут приходят сноубордисты и говорят, ребята, вы так здорово все придумали вообще. Нам так нравится. Мы знаем, что с этим делать. Мы все забираем. И Скарлетт Йоханссон забираем обеих. И BMW с прицепом забираем. И тут у меня вопрос к сноубордистам, особенно начинающим. Почему им кажутся нормальными вот такие странные извращения? То есть они что, реально понимают, как этим пользоваться? Я думаю, что нет. Тип это нос, тейл это хвост. Твинтип дословно переводится как двойной нос или нос-близнец. Сноуборд у которого два носа. Для чего нужен твинтип? В первую очередь для того, чтобы его хозяин одинаково четко ездил и в одну сторону, и в другую. В своей стойке и в чужой. То есть вперед и назад. Самое главное, чтобы хозяин твинтипа умел это делать. Противоположность твинтипу. Направленная доска. Очень направленная. Это вот у нас Маринка втихаря такими извращениями занимается. И посмотрите, как у него стоят крепления. Совершенно понятно, что Маринка катается правой ногой вперед. Для нее эта стойка естественная. Если Маринке поменять местами крепы, и она будет ехать левой ногой вперед, для нее это будет неудобно. Это как левой рукой делать привычные для правой вещи. Потому что все люди однобокие. И умение одинаково хорошо кататься в обеих стойках, оно только нарабатывается упорным трудом на самом деле, либо каким-то талантом. И вот сноубордисты, которые покупают твинтип, они искренне верят, что у них сразу получится кататься и в своей стойке, и в чужой. И посмотрите, если Маринка захочет поехать в чужой стойке, для нее это будет катание спиной вперед. Даже если она креп и развернет перпендикулярно доске, в голове это будет все равно спиной вперед. А теперь привет лыжникам. Когда лыжник приходит в магазин, он еще ни разу не катался на лыжах, но он совершенно четко понимает, как он будет кататься. Большая часть начинающих лыжников, которые покупают лыжи, понимают, что вот они стоят, вот тут лыжи, там долина, и вот они поедут на лыжах туда. Только очень небольшой процент лыжников понимает, что он будет ехать спиной вперед. Это те ребята, которые заранее понимают, что они будут учиться катанию в свече, то есть в обратной стойке. Это нужно тем, кто занимается фристайлом. Вообще это, конечно, нужно уметь делать всем, но все этого делать не умеют, потому что этому достаточно долго учиться. Но когда в магазин приходит начинающий сноубордист покупать себе первую доску, он почему-то очень часто уверен, что он будет кататься вот не только лицом вперед, но и спиной. Но из-за того, что сноубордическая стойка кажется повернутой к лыжной на 90 градусов, сноубордисты уверены, что они легко научатся ехать и сюда, и сюда. И как же это происходит на практике? Начинающий сноубордист сначала учится соскальзывать и чуть-чуть проезжать на заднем канте. Здесь твинтип прекрасно подходит. Он доехал до одного края склона, затем до другого. Некоторые так всю жизнь катаются. Затем он учится делать то же самое на переднем канте, и здесь все удобно, все симметрично. Затем начинающий сноубордист учится делать поворот на переднем канте, а затем поворот на заднем. Затем он учится объединить эти два поворота вместе. Это называется связанный поворот. И вот когда начинающий сноубордист научился делать эти базовые вещи, перед ним встает выбор. И вот это отправная точка, на которой начинающему сноубордисту предстоит решить, что он хочет дальше. Получать удовольствие, поскольку он уже умеет в своей стойке поворачивать. Или потратить еще много времени, чтобы закатать это же самое в неестественной для себя стойке. По сути задом наперед. Конечно же, большая часть людей логично выбирают начать получать удовольствие, потому что они приезжают в горы, ну там на неделю в году, или там два-три раза в год, ну немного. И тратить еще огромное количество времени на то, чтобы выучить свич, то есть обратную стойку, они не готовы. И это логично. Лыжники это сразу поняли, но сноубордисты не понимали этого в магазине. И что он делает? Окей, он начинает кайфовать кататься в своей стойке. Чем больше он катается в своей стойке, и чем меньше в чужой, тем больше вот этот разрыв. За исключением тех ребят, которые заранее понимали, что они хотят кататься в обеих стойках, что они будут кататься в парке, они будут приземлять в свою стойку, будут приземлять в свич, делать какие-то элементы флэт-фристайла, или как дядя Трэвис на естественном рельефе делать вот эти прыжки с приземлением в свич. Вот это вот все. Таких ребят немного. Большая часть людей никогда так не научится делать, потому что на это нужно тратить много времени, сил и здоровья, и денег, конечно же. Так вот, наш обычный сноубордист дальше начнет кататься либо по трассе, и будет приближаться вот к этой доске Маринкиной, то есть возьмет что-то пожестче, понятное и направленное. Либо он вылезет куда-то за пределы трасс, чтобы раскатать пухлячок. Но для пухлячка и для фрирайда тоже уже давно все придумано. Это понятные направленные доски, которые хорошо себя ведут на сложном рельефе, и что самое главное, они всплывают в глубоком снегу, чтобы вы вместо боли и страдания получали кайф. Видите вот эта доска, дальняя от меня? Это прекраснейший образец доски для катания по глубокому снегу. Это Джонс Майнд Экспандер. Посмотрите, какой у него огромный широкий нос. Посмотрите, какой у него маленький и узкий хвост. Посмотрите, как сильно смещены дырки для креплений назад. Это все для того, чтобы, когда вы давите на сноуборд, пятка задавливалась сильнее, а в глубоком снегу нос лучше всплывал. И вы просто стояли на доске и получали удовольствие. Я именно так и делаю. Если мы возьмем этот сноуборд и развернем его, и попробуем проехать на нем в свече, он будет делать все наоборот. Вы не сможете задавить вот этот огромный нос, чтобы он утонул, а вот этот маленький хвост, будучи носом, будет тонуть. Аллилуйя. И тут мы возвращаемся к нашей Скарлетт Йоханссон и БМВ. Чуваки из Джонса подумали, какой классный широкий, огромный плывучий нос у этого Майнд Экспандера. Давайте-ка мы возьмем этот нос, а к нему приделаем еще один нос, и доска станет в два-два-два раза круче. И покупатели такие, точно, мы на это подкинулись, дайте два. И получился Майнд Экспандер Твин. Идеальная доска для продаж. Но не для катания. Вообще, на мой взгляд, вот такой вот Твин Тип для глубокого снега, это прекрасный образец маркетинга, который в реальности работает так себе. Почему? Потому что физику, ребята, не обманешь. И вот эта вот прекрасная пуходавская доска всплывает не только потому, что у нее огромный нос, а еще и потому, что у нее маленький хвост. А когда у вас площадь носа и хвоста полностью одинаковая, я замерял, то давление не будет таким эффективным. И вы будете больше сил тратить, чтобы задавить хвост доски, и у вас устанет, и начнет опять отсыхать задняя нога. Окей, вы сдвинете креп и назад, и скажете, да мне и так в пухляке нормально. Как говорят обладатели Твин Типов, которые катаются на них в пухляке. Да, им нормально. А мне вот на такой доске. И нормально, и это совершенно разные вещи. И мы наконец-то перешли к доске, из-за которой мы замутили этот обзор. Потому что даже ребята-продавцы из Канта попросили нас, ребят, скажите, что начинающим не нужно покупать Твин Тип, тем более, если они собрались кататься по нему в глубоком снегу. Так чего же такого напихали сюда шейперы и маркетологи Джонс, что эту доску все хотят. Ни про одну доску не было столько вопросов в комментах, как про эту. Ну, во-первых, дизайн. Да, он не всем нравится, но он грамотный. Видите, сколько цветов на доске. Она подходит ко всему. Даже я очень случайно одетый как-то, и она мне тоже подходит. Дизайн это важно. Вы можете поспорить с этим, но вы не правы, потому что дизайн это важно. Прогиб. Прогиб, все как доктор прописал. Тут кембер, тут два огромных рокера. Большая площадь доски. Чтобы она хорошо плыла. И действительно она хорошо плывет, потому что они сделали эту доску широкой. И у нее огромные рокеры. И она твинтип. Люди любят твинтипы. То есть у этой доски есть все, чтобы хорошо продаваться. Но на практике кембер у нее очень маленький. А сама доска широкая. На трассе и на жестком с ней сложно управляться, потому что перекантовываться нужно с усилием. Два огромных рокера не просто рокеры, а ложки. Чтобы вы чувствовали вот это ощущение серфинга в глубоком снегу. Но как только вы выезжаете с глубокого снега, попробуйте сделать баттер. То есть то самое намазывание снега на склон, так сказать. Попробуйте ножом намазать масло на хлеб и ложкой. Ложка соскальзывает ложкой, неудобно. И точно так же доска с этими ложками выскальзывает из-под вас при любой возможности. И тут наши дорогие диванные эксперты скажут. Да мотолыга, ты же не умеешь кататься. Типа, что ты про эти доски рассказываешь? Но почему тогда эта доска не зашла тем, кто действительно умеет и скорее всего лучше вас? Ну наш Димон, например, или Костя Сан, который вообще инструктор категории А. И который тестит огромное количество досок. Почему он говорит то же самое, что и я, не умеющий кататься? Может быть дело в доске, а не в райдере? И иногда действительно так. Иногда райдер берет доску, которая ему не подходит, которая ему не нужна. И в России в огромном количестве случаев такая доска, не подходящая для райдера, это именно твинтип. Think about it, man. Или girl, как там. Подумай, как ты хочешь кататься? Точно ли ты видишь себя в парке? Или ты реально думаешь, что ты будешь кататься, как дядя Трэвис? Может быть тебе это просто кажется и попробуй снять себя на видео? Я пробовал снять себя на видео, это очень отрезвляет. И все комментаторы, которые говорят, что я не умею кататься, выкладывайте в комментах ссылку на ваше видео. Мы поймем ваш уровень экспертизы. Ну а в конце хотелось бы действительно вменяемых комментов от нашей аудитории. Согласны ли вы с тем, что в нашей стране большая часть людей ошибочно выбирает для себя симметричные доски, а потом страдает? Не лучше ли быть честным с собой и купить то, что вам действительно подходит? Конечно же, используя промокод от RaiderHelp. На скидке в ведущих магазинах России ссылочку на него мы оставим в описании. Ждем ваших комментов. Я уже скрутил крепы с твинтипа и поставил их на ту доску, которая мне действительно подходит. Потому что самое главное быть честным с собой. Увидимся в горах.